Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 20 мая, день купальницы. Церковь в этот день вспоминает явление на небе креста Господня в Иерусалиме. Крест был из света и протяжен над Голгофой до горы Елеонской, то есть около двух километров, двухсот метров. Крест был виден всеми жителями той местности в течение всего дня, а свет его был сильнее света солнечных лучей. Народ толпами спешил в храмы на молитву. Многие иудеи и язычники обратились в веру Христову на основании этого небесного явления. В народе этот день прозвали Купальница, поскольку вода в этот день набиралась особой солнечной энергии и обладала целебными свойствами. И события, связанные с явлением креста из света, объясняют это явление. Итак, наши предки выставляли на улице ведра с водой и считали, что вода заряжается чудодейственной солнечной энергией. Этой водой обмывались от разных хвороб. Целебной становилась и вода в реках, поэтому сегодня лошадей прогоняли по реке, поели их солнечной водой, чтобы они были здоровыми и бодрыми в течение всего года. Продолжаются посевные работы. Сажали сегодня морковь и считали, что когда она вырастет, будет долго храниться. Приметы. Если сегодня дождливый день, сентябрь будет теплым. Молодая луна в небе, нужно сажать овощи, чтобы получить богатый урожай. Если у месяца рога вниз смотрят, будет теплая погода. Месяц красного цвета предвещает дождливую погоду. Если в этот день в саду зацвела калина, значит пришла пора высывать на грядке огурцы, тыкву, бобы, сеять в пуле кукурузу. Еще интересный комментарий от Евгения Гитарного. Я хочу носить калаврат на груди славянский оберег. Калаврат один из самых древних символов славян, который олицетворяет ход солнца и богов, связанных с ним, сварога и хороса. Может быть хороса. Говорит о силе и мощи солнечного света. Человек, носящий такой талисман, никогда не впадет в уныние. Он будет благословенным, благословлен родовыми богатами. Сможет одержать победу над силами темного мира и черной магии. Символ будет приносить удачу и плодородие своему владельцу, укрепить здоровье и силу духа. Ну опять таки, знаете, вот я вот это все читаю, конечно, в качестве подбрасывания тем для контента на канале. Это хорошо. Так, значит, человек, носящий такой талисман, не впадет в уныние, он будет благословлен родовыми богами. Сможет одержать победу над силами темного света. Знаете, для того, чтобы быть благословленным богами, я думаю, что одного ношения талисмана будет маловато. И если даже человек будет носить талисман, а в уме он просто, ну, смотрел, интересный символ там, грубо говоря, сделаю там татуировку или что там, или амулет такой, привешиваю и якобы буду там защищен. Ну, в некотором роде подействовать может. Так, если чисто теоретически мы будем рассуждать, сам там символ. Но для этого надо этому символу и соответствовать. А если человек ничему этому не соответствует, он думает, знаете, как это самое, как в машине иконку там это оберег повесил, а сам, не соблюдая правил уличного движения, гоняет, как этот самый, и надеется на то, что все у него сойдет. Я думаю, что это вот подобные случаи. Если же вы просто-напросто соблюдаете правила движения и во время езды на автомобиле проявляете должную, опять-таки, разумность, осмотрительность, то у вас все будет нормально. У вас будет безаварийное движение. То же самое и со своей собственной жизнью. Если у вас будет здравый рассудок, благостное отношение к окружающим, почитание родственников, почитание природы и прочее, 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 то, естественно, вас будут поддерживать. Кстати, я сейчас говорю, а меня аж мурашки пробрали. То есть, я вошел вот в эту вот интересную, как бы сказать, тему строю. Как она? Смотрите на меня внимательно. Вот, тогда это у вас будет. Без всяких оберегов. Вы сами будете являться оберегом. Потому что вы выполняете волю Творца, волю тех сил, которые вас окружают, которые через вас там действуют, которые вы привлекаете своими собственными мыслями, своими собственными делами, поступками и так далее, и так далее. То есть, вы будете являться такой квинтэссенцией вот этих всех сил. А если просто прилепили, а сами думаете, сейчас я тут подбухаю, сейчас я там то сделаю, сейчас я там это сделаю. Толку то, толку то. Хорошая тема. Евгений, вы подбросили. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok